всех приветствую на моем канале как многие из вас уже знают я недавно получила великолепную посылку с четырьмя новыми котлеями которые так давно хотела иметь у себя в коллекции они пришли все в коре кто-то конечно вот так уже нарос над горшком и их я безусловно точно буду пересаживать вот например сейчас ближайшее время кого-то чуть позже например аметистоглоса отлично сидит в этом горшке я просто произвела обработку всего растения вчера всех этих растений и оставила так переночевать еще одну ночь они сейчас налитые напитые единственно что я не знаю что там внутри горшка хотелось бы заглянуть посмотреть а он не прозрачный это не совсем удобно я привыкла все-таки выращивать котлеи в тех горшках где я могу видеть и момент просыхания и также рост корней особенно после пересадки это мы знаем очень важно ну вообще я люблю любоваться этими цветочками масло масляное сказала сейчас ну да ладно в общем первого кого решил пересадить это пурпурату для нее я буду использовать вот такой горшок покупала я эти горшки в магазине ашан кому интересно вот этот горшочек 14 сантиметров а вот этот вот кашпо и можно сделать и горшком на ваше усмотрение и подвес использовать в общем-то он такой многофункциональный его использовать я буду как кашпо в данном случае и он вот смотрите не заметила здесь трещина так как я уже сказала горшок будет 14 сантиметров я сделал уже дополнительные отверстия на дне не были по бокам я сделала и также кашпо буду использовать 16 сантиметров и вот таким образом они удачно сочетаются здесь и за счет того что здесь приличная уже резома длинная этот диаметр не идеально подойдет для посадки буду использовать архиату это такая крупные крупные фракции по-моему 1925 она числится как-то так и вот которая поменьше это 13 18 или 19 не помню я немножко про слою вот этой поменьше чтобы не сильно уж прям знаете носок сухарем не остановилась особенно летом котлеем также мне понравилось добавлять пеностекло в небольшом количестве где-то процентов 10 от субстрата я добавлю и также еще уголь у меня здесь уже заранее потолченый уголь в разные фракции здесь пойдет любой и также здесь подготовила пенопласт его я покрошу на дно горшка тоже мне нравится как на это реагирует котлей с удовольствием черпают воздух со дна когда он гуляет вот здесь кстати в горшке небольшие вот зазоры совершенно имеются но мне нравится когда они побольше возможно я на дно кашпо что-то положу чтобы он был несколько повыше вот так чтобы воздух гулят для котлей это очень важно ну и так наверно скомпоную субстрат непосредственно вот в этом горшочке потому что сажать буду я в основном в крупную кору добавлю сюда вот так сразу и на стекло это все что есть принципе она и пойдет уголь какая-то часть уголька будет использована третий есть покрупнее есть совсем поменьше в общем то пойдет все хорошо перемешать еще я вполне вероятно добавлю немножечко пенопласта прям сам субстрат буду использовать как видите пенопласта не очень много в основании горшка я кладу пенопласт что я делаю я достаю котлей из этого горшка и сильно там освобождать особенно я этот старого субстрата не буду что там это освободиться кстати на посмотрите здесь грибка лишь бы не было этого ужасного хотя бы быть может надо было бы освободить я конечно мокрая сейчас потому что вчера поливала радует что много корней не имеется хотя конечно но все равно стресса нет после пересадки сейчас я еще жду один препарат он приедет я обработаю не только вот этих новых вот есть гнившие корни беломен прям снимается него сейчас сниму принципе он не нужен ну при пересадке честно говоря котлей это нередко что часть корешков может пропасть во всяком случае те которые мы заказываем бывает и домашние при пересадке выясняется что есть под гнившие корни но эта вероятность меньше если не заливать таким образом под основание резона я укладываю пенопласт что нужно для того чтобы она не дай бог не загнила при скоплении избыточной влаги ее основания может произойти гниение резона и тогда котлей уже спасти очень сложно так вот положила и буду сажать так вот это убрать отсюда поскольку при вскрытии показался вот такой белый грибок на коре я решила все таки дополнительно сейчас подержать несколько минут и растворим физана это бактерицит по моему там у него много очень полезных свойств в общем там с этой целью чтобы убить вот эту вот патогенную флору чтобы она мне не перекочевала в новый субстрат потому что были такие случаи и даже недавно мне были такие пересадки вроде бы после физана все хорошо при пересадке но если вот она в субстрате уже есть я проливаю физаном и топуджином и все равно он присутствует ну вот и прошло полдня котлейка у меня побыла в растворе физана уже просохла не сказать что прям корни до хруста высохли но просохли немножечко хотя какая-то влага вот ощущается сейчас я уже и посажу на постоянное место жительстве надеюсь очень скоро она начнет вот из-за этого роста гнать корни будем на это надеяться я не очень люблю получать растение когда вот есть вот такой вот уже рост маленький в процессе вот доставки он как правило тормозится и иногда может даже пропасть последующим ну посмотрим здесь есть еще один кстати говоря не сказала но у всех котлей я насколько смогла посчищала вот эти вот чешуйки потому что при опрыскивании может под них попасть влага но или под ними может быть по-анальному чистый червец или что-нибудь такое или его какие-нибудь яйца да то что не видно не вообще не очень мне нравится когда это чешуя есть иногда она очень хорошо слазит а иногда не очень здесь принципе хорошо слезла у других котлей так себе посредственно ничего максимально ее счистила чтобы процессе обработки ничего нигде не загнило то мне у дендра такое было так теперь назад возвращаются на пласт под основание резомы который я уже заранее подготовила сейчас просто засуну его обратно на постоянное свое место жительство так же возьмем в качестве опоры бамбуковую шпажку она нам точно нужно будет ставим краем резомы краю горшка вот таким образом чтобы все корни у нас уходили в грунт и те что росли ранее свисали и пушка что и таким образом придерживаю и буду сажать пара крупная а вот уголь уголь у меня разные фракции насколько я знаю пурпура ты не особенно любят просыхать так где я установлю опору наверное вот здесь где-то сделаю это сейчас может даже кстати две опоры будет чтобы котлея лучше держалась посмотрим сейчас посмотрим так ну примерно я ее поставила еще дополню так поменьше коровы сюда добавим вроде бы не сильно сухо ей было котлеем я честно говоря больше ничего особенно так не люблю добавлять только если может быть малыши какие-то сеянцев я еще дополнительно может что-нибудь и добавлено не особенно тоже можно какой-то коры еще добавить покрупнее с этой стороны горшка потому что здесь пустота образовалась можно уголек сюда кстати пенопласт задняя часть вот где находится я часто очень добавляю пенопласт точно ничего нет подгнила и я уже установила две опоры таким образом сейчас я еще возьму вот такую проволоку она обтянута мягким таким силиконом очень хорошо гнется при этом она не повреждает само растение продается она в леруа может кстати в ашане есть по моему и в ашане я видела ее закреплю вот эту бульбу сейчас так вот и закреплю вот так еще одно вот таким образом чтобы все росло как-то более менее компактно и не шаталась а еще к тому же потому что для новых корней это не из хорошо так чуть-чуть заполню в общем то вот так это можно убрать что колечки вот таким образом у меня получилась посадка сейчас я покажу еще как это выглядит сбоку единственное маленький нюанс еще и возьму капроновую нить я ее еще не разрезала это обычные колготки бывшие которые были я хочу сделать вот так чтобы это все еще более компактно было вот так я добавлю сейчас осмокот и в заключительной стадии мох также я добавлю осмокот я сыплю примерно на глаз так учитывая размеры горшка вот так у меня получилось сбоку здесь видно часть корней может быть какая то пропадет ничего страшного в принципе субстрат будет воздухопроницаемый такой растение хорошо закрепила как видите его кручу верчу все окей с ним и поверху добавлю мох чтобы корешки с удовольствием тянулись кулаки и поставлю вот так в кашпо на дне которого будет влага и растение надеюсь тронется в рост и мы будем лицезреть ее рост в следующих видеороликах так что такая у меня посадочка пурпураты получилась а вторая на очереди на пересадку это вот такая вот котлея она маленькая естественно в жизни они намного больше должны быть чтобы цвести ну в общем то вчера она также была обработана в том в чем пришла и давайте посмотрим что у нее здесь с корнями для посадки буду использовать все тоже вот такое кашпо меньшего диаметра чем предыдущая ну в общем то для малявки такой подойдет и в качестве второго скажем так кашпо или поддона будет служить вот такая вот корзинка у меня так некоторые растут и все отлично что здесь мы видим видим что растение в центре росло самхом очень много плохих корешков здесь ну к сожалению да мох для котлей не есть хорошо мы это знаем возможно у них там в теплицах это прям супер субстрат вот для таких малышей но честно мне не везется мхом если вот котлея так это точно лучше сразу достать в общем смотрите вот такие корни это все сгнивший виламин то есть корней в принципе как таковых у нас нет посажена она была у основания мох получается а так мелкая такая вот кора ну археата в данном случае я в принципе посажу тоже возьму кору уже поменьше чем я взяла для предыдущей пурпуратые ну вот такая подойдет перемешку также с углем можно добавить немного лавы в общем то в принципе такие вот подростки котлей у меня так растут и вроде бы все окей единственное что я сделаю смотрите виднеется какой то один такой хороший зеленый корешок вот значит снимаю сгнивший виламин чтобы он у меня дальше там не гнил наверное так же обработаю физаном хотя я вчера проливала стопуджином но уже так чисто прям корни в физане замочу и дело уже близилось к вечеру растение вот так подсохло как видите еще есть живые корни у растений я думаю что есть все шансы вот этим двум молодым ростом в скором времени укорениться а мы будем этому всячески способствовать сейчас я так же дно горшка заполню пенопластом потому что корней у нас как вы сами видите мало вот так заполнив какую то часть горшка пенопластом и положив под основание его я приступаю к посадке посадка будет такой же аналогичный субстрат единственно что меньшей фракции вот такой я возьму также добавлю туда уголь пенопласт возможно пеностекло посмотрим можно немного лавы добавить и в общем то на этом посадка будет завершена и я покажу вам скорее всего уже готовый вариант в общем субстрат получился вот такой комбинированный улава пеностекло уголь архиата мелкой фракции 13-19 миллиметров и немного совсем пенопласта под основание также определю пенопласт ну и все засыплю просто и все посадки я конечно люблю пересадки но не сам процесс адаптации растений терпение конечно на золото с рахидреями но порой его очень не хватает итак второй из четырех у меня посажен осталось еще двое это котлея метистоглоса и дуриган эрис надеюсь скоро я доберусь и до них пересадить итак уже прошло более десяти дней с посадки вот этих двух что я сейчас пересаживала и я наконец-таки добралась до вот этих двух более крепких растений более взрослых у вот этой вот котлеи дуриган эрис уже даже растут корни в новом грунте можно было бы конечно оставить здесь но сейчас весна и я хочу все таки ее пересадить в привычный для меня грунт знать то что там внутри знать как поливать и в общем то видеть корни чего я конечно сейчас не вижу уже здесь за компанию с ней конечно последняя будет также пересажена на так достаем ну как я и говорила здесь довольно мелкий грунт и корней не знаю какие хорошие сейчас ее замочу в растворчики с ради фарм и посмотрим они намокнут будет хорошо видно где живые и где неживые корни где пустотелые но они есть пустотелые это точно вот вижу уже видите очень довольно мелкий такой вот грунт здесь из-за него получается что корни могут подгнивать у наших красавиц котлей они этого у нас не любят так палочка моя ну вот это самое вообще классное из всех правда прямо в глубине сейчас посмотрим что здесь по корням корней то здесь было по крайней мере приличное количество да хотя тоже есть пропавшие вот корни уже веломена кранты веломен конечно вот этот плохой я сниму весь какой смогу я поснимаю потому что он потом будет гнить в новом грунте мне это ни к чему да очень много таких вот корешков ведь это так на вскидку сейчас быстренько снимаю вот тоже жалко такие красивые длиннющие корни были да изгнили конечно может быть при транспортировке там влажная где-то может вообще у поставщика такое еще было не знаю на каком-то этапе корни погнили и так я посадила мои котли когда они уже хорошо просохли как видите здесь осталось положить еще мох да я его использую на поверхности горшков даже у котлей но делаю это аккуратно преимущественно больше вот по краю горшка конечно прикрою вот здесь вот молодые корни чтобы моя вода их не обжигала хотя все равно будет обжигать ну не так сильно во всяком случае может у основания чуть-чуть но я буду стараться лить не попадая на корни а мох будет соответственно удерживать излишки солей как видите как видите здесь кора наверху чуть помельче в центре горшка я проложила приличное количество пенопласта под основание резомы я также определила пенопласт ну в общем-то смокот все здесь есть резома на поверхности центральные росты естественно ближе к центру горшка старый рост к краю горшка в общем все как полагает посадка котлей теперь будем ждать новых корешков и успехов в их развитии обязательно сниму видео о приживаемости этих четырех котлей ну а я вас благодарю за внимание всего вам доброго пока-пока